Василий Рублёв всё ещё кашляя застёгивал пальтишко, не подавая руки, глядел недобро на Ивана Ильича Телегина. Ну, что надо? Да рад, что встретил. «Эти черти — дуболомы», — сказал Рублёв, глядя на неясные за снегопадом очертания вокзала, где стояли кучами у сваленного барахла всё те же, заеденные вшами бородатые фронтовики. «Разве их прошибёшь? Бегут с фронта, как тараканы. Недоумки. Тут нужно террор». Застуженная рука его схватила снежный ветер, и кулак вбил что-то в этот ветер. Рука повисла. Рублёв студённо передёрнулся. «Рублёв, голубчик, вы меня знаете хорошо». Телегин отогнул в воротник и нагнулся к землистому лицу Рублёва. «Объясните мне, ради бога, ведь мы в петлю лезем. Немцы захотят, через неделю будут в Петрограде. Понимаете, я никогда не интересовался политикой». «Это как так? Не интересовался?» Рублёв весь взъерошился, угловато повернулся к нему. «А чем же ты интересовался? Теперь кто не интересуется? Знаешь кто?» Он бешено взглянул в глаза Ивана Ильича. «Нейтральный. Враг народа». «Вот именно, и я хочу с тобой поговорить. А ты говори по-человечески». Иван Ильич тоже взъерошился от злости. Рублёв глубоко втянул воздух сквозь ноздри. «Чудак ты, товарищ Телегин, ну некогда же мне с тобой разговаривать. Можешь ты это понять?» «Слушай, Рублёв, я сейчас вот в каком состоянии. Ты слышал?» Корнилов дон поднимает. «Слыхали? Либо я на дон пойду, либо с вами. Это как же так? Либо. А вот так. Во что поверю?» «Ты за революцию. Я за Россию. А может и я за революцию. Я, знаешь, боевой офицер. Гнев погас в тёмных глазах Рублёва. В них была только бессонная усталость. «Ладно, — сказал он, — приходи завтра в Смольный. Спросишь меня. Россия?» Он покачал головой, усмехаясь. «До того и стервенеешь за эту твою Россию. Кровь в глаза зальёт. А, между прочим, за неё помрём все. Ты вот пойди сейчас на Балтийский вокзал. Тысячи три дезертиров третью неделю валяются по полу. Промитингуй с ними, проагитируй за советскую власть. Скажи, Петрограду нужен хлеб. Нам бойцы нужны». Глаза его снова высохли. «Скажи им, а будете на печке пузо чесать? Пропадёте, как сукины дети. Пропишут вам революцию по мягкому месту. Прошиби им башку этим словом. И никто сейчас не спасёт России, не спасёт революции. Одна только советская власть. Понял? Сейчас нет ничего на свете важнее нашей революции».